Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам представляю самодельный паяльник, собранный по классической схеме. Термостойкая мастика защищает нагреватель этого паяльника от окисления и замыкания витков. Дополнительную информацию о паяльнике вы сможете найти в описании видео. Корпус паяльника изготовлен из стальной консервной банки. В качестве шаблона для гибкой пластины я использовал те же гайки, что и впоследствии стали сборочными единицами корпуса паяльника. Собственно, это и послужило причиной выбора шестигранной формы корпуса. Мне пришлось позаботиться о том, чтобы крепежные отверстия в кожухе и гайках совпадали. Для этого я произвел разметку этих деталей за один подход. В кожухе паяльника я просверлил отверстия для крепления и охлаждения. Для удержания гаек при сверлении и нарезке резьбы я применил вот такие импровизированные тиски. Для смазки метчика я использовал обычное мыло. В одной из гаек нужно проделать паз для выводов нагревателя. Основой нагревательного элемента служит трубка, которую я тоже изготовил из консервной банки, согласно показанному ранее чертежу. Для заливки нагревателя термостойкой мастикой нам потребуются две шайбы, изготовленные из фторопластовой ленты. Приступим к сборке нагревательного элемента. Для изоляции нехромовой спирали от корпуса паяльника я применил меконит. Вместо меконита можно использовать тонкую пластинку слюды, предварительно наклеенную на стеклоткань. Для этого нагревателя я выбрал нехромовый провод диаметром 0,2 мм. При этом сопротивление нагревательного элемента составило 20 Ом, а расчетная мощность около 10 Вт. Намотку я производил так, чтобы между витками спирали оставался небольшой зазор. Желательно закрепить витки каким-нибудь клеем, чтобы было удобнее продолжать сборку. Для надежного контакта выводов нагревательного элемента с кабелем питания я укрепил концы спирали медным оцинкованным проводом. Делать это удобнее с помощью вот такого нехитрого приспособления. Таропластовые шайбы устанавливаются временно. Они не позволяют термостойкой мастике приклеиваться к элементам конструкции паяльника. Для изготовления термостойкой мастики нам нужно тщательно растереть квадцевую муку, кальцинированную соду и сахарную пудру. Затем эту смесь нужно пересыпать в металлическую или пластиковую посуду, добавить туда же жидкое стекло и все хорошо перемешать. Более подробный рецепт мастики вы найдете в описании ролика. Теперь нам нужно нанести немного мастики на спираль и придать ей окончательную форму с помощью отрезка фторопластовой ленты. Из пустотелой стальной заклепки я изготовил резьбовую втулку для узла крепления кабеля питания паяльника. Ручку паяльника я изготовил из ветки, которую подобрал в соседнем парке. Я разметил торцы ветки с помощью шайбы подходящего диаметра. Если при сверлении вы будете вращать деталь, то сможете просверлить сквозное отверстие соосно с деталью. Я закрепил линейку с помощью магнитов, чтобы обеспечить сверление отверстия на глубину соответствующую чертежу. Затем я удалил кору и отшлифовал внешнюю поверхность деревянной ручки с помощью наждачной бумаги. Также я не забыл просверлить отверстие под узел крепления кабеля. В конце я покрыл ручку лаком. Для крепления следующих двух деталей к ручке паяльника я применил эпоксидный клей. Первая деталь – это пружина от шариковой ручки, которая защищает кабель паяльника от перелома. Вторая деталь – резьбовая втулка, фиксирующая кабель питания в ручке паяльника. Перед окончательной сборкой паяльника следует удалить второпластовые шайбы. Далее мы надеваем на выводы накрывателя трубки из стеклоткани. Я их извлекаю из электроплит, которые периодически выбрасывают соседи. Корпус паяльника мы можем вклеить в ручку с силиконовым герметиком. Я это не сделал, так как не был уверен, что первый дубль будет удачным. Шнур питания я тоже изготовил самостоятельно, так как не нашел в своей мастерской достаточно гибкий кабель. Чтобы вы могли использовать неизолированные скрутки, концы нагревателя и кабеля должны иметь разную длину. Совместив отверстия в шестигранном корпусе паяльника с отверстиями в гайках, мы вкручиваем 4 небольших винта, которые надежно фиксируют нагреватель в корпусе паяльника. Сменное жало паяльника диаметром 3 мм крепится стопорным винтом. Для того, чтобы в процессе эксплуатации паяльника жало не застряло в корпусе нагревателя, его следует периодически демонтировать и освобождать от окалины. Еще один стопорный винт фиксирует кабель питания в ручке паяльника. Вот такие паяльники у меня получились. Паяльник можно подключить к любому регулируемому источнику питания напряжением 15-20 В. Это позволит устанавливать температуру жала в широких пределах. Нагрев жала до температуры 350 градусов Цельсия занимает всего 3 минуты. Паяльник имеет неплохую тепловую инерцию, что позволяет производить пайки как мелкого, так и среднего размера. Творческих вам успехов, друзья! До встречи на канале! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok